Анастасия Евсеева учится в девятом классе. Девушка уверена, в наше время без знаний и азов финансовой грамотности не прожить. На чемпионате Настя следит, чтобы все было по-честному и участники не нарушали правила. Я думаю, что это достаточно современная тема. И в принципе, я такого в Самаре у нас никогда не видела, поэтому это очень здорово. И то, что ребята этим занимаются, это тоже очень интересно. Поэтому я надеюсь, что это будет развиваться и дальше, и выйдет на всероссийский уровень. Я буду отвечать за нарушения, то есть командам запрещено между собой разговаривать, и командам запрещено пользоваться телефоном. Я буду за этим следить. Городской чемпионат по финансовой грамотности для школьников от 14 до 17 лет в Самаре проходит впервые при поддержке Департамента образования. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно было собрать команду от учебного заведения и пройти отборочный этап онлайн. Приглашение рассылали во все школы города. В итоге было отобрано 8 команд, которые встретились в финале. Им предстояли коммуникативные бои, где есть некое утверждение, которое нужно подтвердить или опровергнуть. Это, несомненно, полезно, потому что, к сожалению, в школе пока не введена финансовая грамотность как обязательный предмет. И сейчас очень много мошенничества, как и с банковскими картами, так и с телефонных мошенников, которые могут обмануть ребенка. Практически у каждого сейчас есть банковские карты, но не всегда у родителей, может быть, хватает времени и даже порой и знаний для того, чтобы проконсультировать своего ребенка. Поэтому мы считаем, как Центр ДОП, что это необходимо. Участники отвечали на вопросы, касающиеся кредитования, страхования, денежных операций и вкладов. В жюри сотрудники Центробанка России. Этот чемпионат, нужно сказать, является продолжением проекта, который был реализован в прошлом году, который назывался у нас «Грамотное решение». В рамках этого проекта мы обучали школьников финансовой грамотности. И вот сегодня уже мы в рамках чемпионата пробуем свои силы. Победители городского этапа примут участие в областном, а дальше, если повезет, и во всероссийском. Организаторы чемпионата надеются, что он станет традиционным. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События.